МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти бронированные машины были несовершенны. Немногие из них могли сравниться по боевой эффективности с прославленной советской 34-кой. Но, как и любую помощь, полученную вовремя, их берегли и ценили. Танки союзников на службе Красной Армии в фильме «Оружие». Поставки бронетанковой техники из Соединенных Штатов Америки для нужд воюющей Красной Армии начались в 42-м году. Первыми американскими танками, которые прибыли в СССР по программе «Релиза», были «Стюарты». М3 «Генерал Стюарт». Легкий танк. Боевая масса 12,7 тонны. Длина корпуса 4,5 метра. Ширина корпуса 2,2 метра. Толщина лобовой брони 38 миллиметров. Двигатель карбюраторный, мощностью 250 лошадиных сил. Скорость до 60 километров в час. Вооружение. Пушка калибра 37 миллиметров. Один-два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 4 человека. Прародителем Стюарта считается британский «Виккерс» 6-тонный. Кстати, от «Виккерса» ведет свою родословную и советский Т-26. В Красной Армии Стюарт назывался «М3-легкий». Всего из-за океана прибыло около 1700 таких машин из построенных 24 тысяч. «Танки были легкие. Защищенность их была не на высоком уровне, так же, как и огневая мощь, потому что пушки были малого калибра, боеприпасы низкого могущества. Но танки имели высокую подвижность». По предвоенной классификации армии США Стюарт считался кавалерийским танком, то есть предназначенным для совместных действий с кавалерией. Поэтому его главными достоинствами были высокая скорость, отличная управляемость и маневренность. Благодаря большому клиренсу танк обладал хорошей проходимостью. В целом советские специалисты признали легкий М3 хорошо защищенный и быстрым танком, пригодным для разведки и преследования. Недостатков тоже хватало. «Что касается эксплуатации в наших условиях, у этих танков были определенные проблемы. Проблемы были связаны с тем, что у нас были достаточно низкие температуры, холодные зимы. Кроме того, на этом танке устанавливался авиационный двигатель фирмы «Континенталь», который требовал высококачественного бензина. Такого бензина в Советском Союзе не было, не производился. В результате танки, которые эксплуатировались на бензине производства Советского Союза, выходили быстро из строя, то есть изнашивались их двигатели. Танки М3 применялись Красной Армией очень активно, практически на всех фронтах. Поставки этих машин прекратились в 43-м году по инициативе советской стороны. И все-таки некоторое количество американских легких танков продолжало воевать до 45-го года. Американские танки поначалу поставлялись вместе с экипировкой и личным оружием для экипажей. Поэтому советские танкисты носили американские шлемы и вооружались пистолетами-пулеметами Томпсона. Еще одним американским танком, который имел индекс М3, был генерал Ли. В Красной Армии его назвали М3С, средний, поскольку его боевая масса превышала 27 тонн. Эта машина поступала в Советский Союз в 42-43-м годах. В бронетанковых частях РТК было около тысячи танков генерал Ли. Он получил самые нелестные отзывы советских танкистов. Высокий трехметровый силуэт определялся неудачной компоновкой танков. Танк М3 генерал Ли имел двубашнюю конструкцию. Это связано с тем, что довоенного опыта в разработке и производстве танков в Соединенных Штатах не было. И, в общем-то, они применяли то, что имели. Совершенствовали, допустим, тот же танк Стюарт. Поэтому модификация, точнее, марка танка М3 Стюарт и М3 генерал Ли, в общем-то, одна и та же. Учитывая то, что мощную пушку на корпус того танка М3 Стюарт установить было невозможно, они установили дополнительную башню на Пуансоне, у ширителей корпуса, в котором разместили пушку большего калибра. Но, сохранив при этом, чтобы повысить огневую мощь, малокалиберную пушку, и в дополнение на эту башню вторую установили еще и башню с пулеметом. Обслуживал машину экипаж из шести-семи человек. Вот этот танк, хоть и в достаточно большом количестве поступал в Советский Союз, обладал рядом недостатков. На первое время уровень бронирования у него был неплохой, если учитывать то, что на вооружении фашистской Германии были танки типа Т-1, Т-2. И, в общем-то, эти танки достаточно успешно боролись с немецкими танками. Но потом, при появлении в немцев на вооружении танков Т-4, Т-5 и Т-6, соответственно, эффективность применения танков в генерал-ли значительно снизилась. После этого советские танкисты называли эту машину «братской могилой» танкистов. СССР перестал заказывать танки М3С уже в 43-м году. Немногие из них дожили до победы. Наибольшее признание среди советских танкистов получил генерал Шерман. По своим боевым качествам он вполне мог сравниться с Т-34. Недаром Шерман стал самым массовым американским танком всех времен. Всего было построено около 50 тысяч этих машин, нескольких модификаций. Они заменили неудачный средний танк М3 генерал-ли и быстро стали основными в американской армии. М4 генерал Шерман. Средний танк. Боевая масса 31,5 тонна. Длина корпуса 6,3 метра. Ширина корпуса 2,7 метра. Толщина лобовой брони от 51 до 100 миллиметров. Двигатель карбюраторный или дизельный, мощностью 400-500 лошадиных сил. Скорость до 42 километров в час. Вооружение. Пушка калибра 75 миллиметров. Два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 5 человек. Новый однобашенный танк М4 разрабатывался одновременно с двухбашенным М3. Опытный образец был готов к сентябрю 41-го года, а в производство пошел зимой в 42-м. Одним из конструкторов Шерман был Степан Тимошенко. Тимошенко Степан Прокофьевич. Выдающийся ученый в области теоретической и прикладной механики. Профессор Стэнфордского университета. Годы жизни 1878-1972. Родился в Черниговской губернии. Окончил Петербургский институт путей сообщения. В 22-м году эмигрировал в США. Автор фундаментальных трудов в области механики и сопротивления материалов. Первые танки Шерман прибыли в Советский Союз в ноябре 42-го года. Однако широкие поставки развернулись только в следующем, 43-м году. И продолжались до конца войны. В бронетанковых частях Красной Армии машину чаще всего называли «МЧА», сокращенно по индексу М4. Машина уже другого типа, по классу та же М4 «Генерал Шерман» отличалась от предыдущей уже однобашенной конструкции. С более мощным бронированием. Соответственно, вооружение, опять же, обладало более мощным, то есть уровень его мощи повысился. Ну и по степени надежности, в общем-то, машина тоже была на более высоком уровне, чем предыдущая М3 «Генерал Лей». Шерман сразу полюбился советским танкистам. Служить на нем считалось большой удачей. Высокая скорость и маневренность, солидная броня с рациональными углами наклона, хорошее вооружение, удобные условия работы экипажа, отличные приборы и средства связи, надежный двигатель и ходовая часть. В СССР поступал только дизельный вариант Шермана, который отлично работал на советском топливе. По сравнению с другими танками Генблиза, МЧИ были просты и неприкатливы в обслуживании. В их конструкции широко использовались автомобильные агрегаты. Вооружение американца было таким же, как и у советской 34-ки, но имелся один существенный плюс – гироскопический стабилизатор наведения пушки в вертикальной плоскости. Это заметно повышало эффективность стрельбы. Подобный прибор на советских танках появился только в 50-х годах. На башнях некоторых Шерманов устанавливались крупнокалиберные зенитные пулеметы. Зачастую их использовали и очень эффективно для борьбы с пехотой противника. Конечно, Шерман имел свои недостатки. Самым большим из них было высокое расположение центра тяжести. Из-за этого танк нередко опрокидывался на бок, как матрешка. Высокий силуэт делал машину хорошо заметной мишенью на поле боя. Резинометаллические гусеницы танков первых выпусков обеспечивали малошумность и плавность хода, а также хорошее сцепление с грунтом. Но в условиях снега и гололеда танк на них двигался плохо, скользил и буксовал. Поэтому на машинах более поздних серий гусеницы заменили металлическими с резиновыми шарнирами. В Красной армии Шерманы воевали до самого последнего дня войны в Европе и на Дальнем Востоке. Они принимали участие в освобождении Орла и Белгорода, Смоленска и Минска, Варшавы и Белграда, штурме Кёнигсберга и Берлина в разгроме Квантунской армии на северо-востоке Китая. После Второй мировой войны Шерман состоял на вооружении армий многих стран мира, а также участвовал во множестве послевоенных конфликтов. Всего за годы Второй мировой войны Советский Союз получил по ленд-лизу 19,5 тысяч единиц бронетанковой техники. Среди них 12,5 тысяч танков, 1800 самоходных артиллерийских установок, более 7 тысяч бронетранспортеров. Эта техника помогла приблизить разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Танками, полученными по ленд-лизу, были оснащены батальоны, бригады и даже целые корпуса Красной армии. Они честно выполняли свою боевую работу и внесли немалый вклад в достижение общей великой победы. Субтитры создавал DimaTorzok